Друзья, всем привет! Я только что прилетел в Минводы, чтобы купить новую бестию, а точнее самую лучшую тачку в 2021 году. И это не X6M. Вы готовы? Погнали! По поводу машины, с кем общаться? Давайте, если готовы, прямо сейчас ставим лайк, пишем комментарий готов и я открываю. Жду три секунды. Три, две, одна! Вот это зверь, я понимаю! Это космолёт. Когда забираете новую тачку, самое главное иметь при себе толщиномер. Прошлись и всё. Ну, в принципе, всё, можно ехать. А осталось оплатить, да? Ну, чё, норм? Ну, да, нормально. Сиденья хоть удобные, да? Прикольно, чё, салькантаро, видишь? Да, это нормально. Сочетание топовое, да? Фары передней можно будет просто претонировать. Конечно, фары претонируют, сразу диски кинуть, мощные какие-нибудь. В плёнку её закатать и всё. Ну, прозрачно. На самом деле, история покупки этой тачки очень запутанная и сложная, но вкратце объясню, на какие параметры я смотрел. Для меня самое главное, чтобы здесь был комфортный салон, не ковший, потому что на них спина будет просто отваливаться. У меня она отваливается даже от моей М4. Второй параметр, именно этот цвет салона. Ну, и ещё, самое главное, карбоновые накладки, проекция, хармон, обдув, вентиляция сидений, чего, кстати, нет на ковшах. Вентиляция, самое главное, сидений, потому что на них 4 всегда спина будет вкратиться. В общем, она в фуле, топовый цвет, топовая конфигурация. Единственное, что вот эти диски скоро будут заменены, небольшой спойлерот. Кстати, если у вас есть идеи, какие сюда подойдут больше, можете скидывать мне в директ, будем выбирать вместе. Блин, ну какая она топовая, честно говоря. Итак, друзья, вернулись на 2 дня назад, я ещё в Москве, только завтра полечу в Минводы за новой Эмочкой. Ну, а сейчас подвернулась уникальная возможность, вдруг Саня сделал крупный заказ на шмот, тут вроде 320 тысяч рублей. В оригинале бы это было примерно 2 миллиона 700, но не суть. Примерно вот так приходит посылка, она вся запакована, тут куча шмота, тут тоже куча шмота. Кстати, тут один из товаров пришёл для Сани, он себе заказал вот такой вот версачий халат. Сделай на голову, как ты пытался. Напишите в комментариях от 0 до 10, насколько это модно. В этом халате ходить по Москве. Мы сейчас пойдём гулять, он будет в этом халате. Короче, к чему это всё? Кто хочет заказать любой брендовый шмот, любой аксессуар, примерно в 5-10 раз по цене ниже оригинала, но с таким же точно качеством, пишите Сане. Ссылку добавлю в описании на его канал со всем шмотом. Ах ты, сучка, мешаешь мне тут говорить. Переходите в его канал, там ассортимент. Ну и любой шмот, который вы найдёте, также скидывайте ему, менеджеру. Вам найдут точную копию и дадут возможность заказать. Что скажешь? Бля, Моргенштерн, привет, охуенный халат, да? Как оказалось, Саня увидел этот халат у Моргенштерна и заказал себе. Сколько он стоит у тебя? У меня 10 тысяч. 15 тысяч рублей в оригинале? 1060. Если не хотите 60 тысяч рублей платить, всё то же самое, даже бархат, шёлк, то заказывайте у него. Ну а теперь я возвращаюсь обратно в Минводы. Запах салона нового у BMW, это что-то божественное, это самый прекрасный запах, наверное, среди всех автомобильных брендов. Что, сенсорный экран? Всё в плёночках. Родной пробег 38 километров. Единственное, что я хотел сделать, это выехать на ней из салона боком. Но машина холодная, она не прогретая, тут стоит долго, поэтому я этого делать всё-таки не буду. Как-нибудь чуть позже после обкаточки. Кричала девственная. А ещё это первая тачка, которую я купил новой из салона. Единственный раз, когда я покупал из салона тачку, это была М2 в 2018 году, вы все помните. Но там был пробег 400 километров. Здесь же пробег уже нулевой. Провода нет. А покажи разъём, какой тут подключается телефон. USB? Или есть? О, есть, у меня провод есть. Ура! Наконец-то BMW сделали то, что я долго ждал. Они добавили сюда разъём не USB, а вот Type-C. Теперь у меня нет претензий, у меня не к чему теперь придраться. Это лучшая машина. На данный момент, в 2021 году, я заявляю на 100%. Покатавшись на М5, на М4 предыдущий, на М2, на чём только я не катался, вот это самая эмоциональная тачка, которую вы можете купить до 15 миллионов рублей. Ничего эмоционального вы не найдёте на данный момент, я вам гарантирую. Причём заявляю я это, даже не покатавшись на ней в нормальном боевом режиме по городу. Со мной не поспорить, я уверен на 100%. Как же красиво у нас с бантом этим смотрится, да? Кстати, хотите небольшой лайфхак? Где взять деньги на новую М4? Вы приходите в дилер, находите топовую М-ку, и там всегда в бардачке будет лежать за неё налик. Достаете 9 миллионов рублей и идёте оплачивать и уже забираете вот эту тачку. Кстати, кто не помнит, я продал свою М5 за 7 миллионов, но здесь уже 9. Эта тачка гораздо круче для меня, как я вам говорил. И 2 миллиона я докинул. Знаете, откуда? Короче, я зашёл недавно на свой аккаунт на бирже Binance, на криптобирже, на забытый аккаунт максимально, и обнаружил там целый биткоин в разных альтах. На тот момент, 3 дня назад, курс биткоина был 56 тысяч долларов. И, соответственно, 2 ляма оттуда я просто сюда забрал, остальное оставил там. Но, естественно, всё продал, потому что, как и следовало было ожидать, был жёсткий обвал в криптомире, всё упало примерно на 40-50%. Биток дошёл до 30 тысяч долларов. Но не суть. Сам факт. Первые мои эмоции и реакция на то, как я нашёл там 4 миллиона рублей, смотрите, в моём телеграм-канале я записывал видео от первого лица. Ну и там много разных ништячков. Ссылка в описании, заходи. Нас сейчас нам принесли топовый ключ. Для этой же М4, я думал, его даже нет. В итоге тут вообще полнейшая комплектация. Смотрите, какая тут фоточка мощная. Вот мы. Смотрите, какой зверь тут М4. Саша, ну что такое? Ты же рассыпаешь деньги. Что это такое? Деньги рассыпаются. Лямчик был, у лямчика почти что не встал. Где касс? Банк у вас есть уже, да? Так, тут доки. А что это такое, смотри. Страховое поле 150 тысяч рублей. Все эвакуаторы. Ну, надо отменить. На хернушку. Постой тут, я спрошу у него в области. Лямчик был, у лямчика почти что не встал. Я всегда с собой беру видеокамеру. Не, вообще снимать в общественных местах можно везде. Это общественное место, потому что сюда доступ имеет абсолютно каждый человек. Это по закону точно, 100%. Просто я снимаю, как я деньги передаю, чтобы для меня было что-то... Да, в итоге говорят, видеосъемка запрещена, поэтому... Ну а что поделать? Ну, не будет, значит, долго. Она была красивой, ну а что поделать? Ладно, давайте без камеры. Ну все, контролируй, короче, я пойду пока разберусь. Позвонили, говорят, снимать все-таки можно. Я возвращаюсь туда. Ой, что тут падается? Подумали и сказали, что можно. Так, принял. Вот здесь подпись, да? Здесь просто подпись. Для ГАИ, если меня сейчас остановит, вот я показываю его и подпись. Все, понял. Здесь тоже все данные. Здесь подписывать ничего не надо. Ну да, с электронным гораздо проще. Все, теперь оплачено. В настройках включили автозапуск. Теперь можно сделать вот так. Раз, два, три. Эх, друзья. Пока еще я на Кадиллаке в Москве. Сейчас давайте затестим легендарную М3 в кузове 92. Это, считай, дедушка моей новой тачки. Вот она. Ну что, будем дымить? Моросить будем? Честно, страшно пиздец. Сами на пассажирском. Месяц назад. Все, продаю М-ку. Нахуй надо после ДТП. С пилом. Ну вообще, не страшно. Вот, жди такие. А как он я? Я не понимаю, какой я, блядь. Чуть-чуть не весь. За рулем не я, еб. За рулем не я, Телега, не моя. Компьютерная графика, еб. Я не понимаю, как можно продать машину вот именно М-ки, блядь. Ну от чего еще эмоции получать? Вот прям реально. Я сейчас М-ку нажал. Кайф, пиздец. Просто кайф. Намного круче, чем ебаные какие-то клубы, алкоголь, блядь. Я думал, ты сейчас скажешь, намного круче, чем какие-то ебли. Вопрос последует. Не гей ли ты часом, Саня? Я просто только что расстался с девочкой. Кстати, встретили М-4 тут по ходу дела. В потоке прям. Москва ожила наконец-то. Плюс 30 на улице. Жаришка. Просто сказочно. Вот смотрите. Люди катаются, кайфуют, наслаждаются жизнью. Делаем ставки. Зайдет ли он боком forward или нет. Но судя по тому, что он законопослушный, он не зайдет. Погната вообще капец. Мы дрифти чисто выхали. Выхали подрифтить. Вообще, у меня должны объезжать твою. Если тебя столько. У меня она шито. Кстати, кто не знал, у Сани М-3 Е-90... Ты что, вообще ждали, попутался? Ты в компьютерной графике вздумал нарушать? Ты что, прикалываешься? У Сани Е-92 шитая. Она быстрее, чем стоковая М-4 новая. Ну, не самая последняя, а новая. Вы могли это подумать вообще? Она не просто Е-92 атмосферная, последняя настоящая М-ка. Она еще и чипованная. Просто не передайте эмоции. Охуенно, блядь. Вот как я ездил на лекции, я не понимаю этого, блядь. Короче, жить нужно эмоциями, поэтому кайфуйте по жизни. И забудьте про неэмоциональные вещи. Хватит проживать свою жизнь впустую. Начните жить. Короче, инструкция. Одна кнопочка. Мерседес учись, смотри. Оп, все. Боевой режим. Блядь, когда ездил на Лексусе, считал божественной машиной Мерседес, блядь. Помню, у Азамата красный был. Когда он там, блядь, газовал, у него пиздец все за выхлоп был. Блядь, так кайфовал. Типа, ну нахуй, ешь, крышка, третий, вообще кайф. Вот он, ты взял себе М5, блядь. Ку-на-ху, Мерседес. Вот оно. Вот результат твоей покупки М5. Вообще, как мы с тобой познакомились. Нахуй, Лексус, нахуй, Мерседес. Вот, блядь, BMW. Да, бывает. В чем прикол Мерседеса? В том, что, блядь, статус, ну ничего, окей, блядь. Эмоции, блядь. Да хотите угар для кого-то, не угар? Когда у меня на канале было еще 100 тысяч подписчиков, примерно, не сильно больше. Я тогда купил М2 и снимал с ней свои эмоции. И уже тогда, примерно я считал, 15 человек, просто вдумайтесь в эту цифру, 15 человек купили себе М2, посмотрев мои ролики с эмоциями. Как вот я влияю на покупательское поведение зрителей. Но главное, что это в положительную сторону и только с кайфом. Да, BMW задумайтесь, там бесплатно тачку кому-то подогнать может, нет, за рекламу. Через меня покупали уже эмок настолько, что мне полагается реально новая тачка. Ну, либо хотя бы процент какой-нибудь. Ну, или хотя бы скидку 50% на новую тачку. Но это нереально, я вам сразу скажу. Короче, помню, когда только-только начал приезжать на СМОТРУ, ездил на точно такой же машине, на Деминой, на Красной, ссылки на месте. Бля, я тогда сразу сказал, что какая-то старая хуета вообще полнейшая. Типа, нахуй она нужна, блядь. М2 топ, блядь. Возрослел, поумнел, результат очевиден. Блин, на улице она вообще по-другому смотрится, просто взорвана. Вообще, выйди, посмотри. Жесть, она на солнце просто сияет, да? Цвет поменялся сразу. Она выделяется среди всех. Когда ты едешь жопой, там видно заднее сидение, такие синего цвета, вообще смотрится просто. Самое идеальное сочетание цвета. Я в нее влюбился вот именно, когда увидел в таком исполнении. Все, спасибо большое. Поздравляю с покупкой. Если что, на связи. Все, если что, будем вам обращаться. Вот, выехали от дилера. Давай, до свидания, дилер. Тачку забрали. Атмосфера бомбовая, честно говоря. Там кассирша говорит, сколько здесь работаю. Первый раз к машине подошла, потому что она мне понравилась. Говорит, вообще взорванный цвет. О, первые ДПСники у нас на встрече. Сейчас остановят. Выбежала. А куда она, поворачиваясь? Да, ну, на разворот. Смотри, смотри, я не успел. Они даже не хотят меня остановить. Они просто любуются тачкой. Она реально безупречная. Ну, я думаю, ДПСники будут лояльно относиться, потому что сюда номер просто не нужно ставить. Ноздри весь вид потеряют. Тут номер, некуда его ставить просто. Честно говоря, это тачка для того, чтобы ездить без переднего номера, только сзади. В странах, где это разрешено, она идеально подходит. Почему в России не сделают, как в Украине, допустим, маленький номерной знак, который прикрепляется просто как наклейка? У нас же надо прям на полборды, чтобы все видно было. Разберемся как-нибудь. Сиденья, кайф, комфорт. Она валит на жесть. Ой-ой-ой, как она прыгает. Только выехали от телера, и сразу правильную Абхатку проходим. Так, отормаживайся, отормози, отормози. Что-то копается. Ну все, остановили, остановили. Сейчас быстро ему покажем. Добрый день, только что машину купили. Вот, минут 30 назад. Камеру выключай. Почему? Так он меня снимает. Здорово. Здорово. Блин, я на тебя подписан. Можно сфоткаться, и дети сфоткаются? Наблюдаю, нет-нет за тобой. Я сейчас езду. Давай, давай. Увидел, аж в шоке, что ты здесь, у нас, на Старопольском крае. Ну что нарушаешь, 200 едешь, да? Нет, куда она у меня 200 не пойдет, рассыпется. Все, отпиши, братик. Тебе тоже сидевать, нормально. Давай, пока. Сейчас было первое фото с этой тачкой моих зрителей. Топчик. Процесс запущен. Первый раз меня остановили ДПС. Сейчас первый полный бак заправил, первая фоточка. Идем по налаженной. Блин, в Старополе сколько тут тормозов. Вот у таких вот, покажи. Ну как так можно ездить? Просто я не понимаю. Вот, направим. В левом ряду бредется. Зачем ехать 50 км в час? Ну что за бред? Что мне понравилось, то что забрали машину, мы очень быстро. Ее можно было за полчаса, наверное, забрать, если не наши съемки. Ну а мы забирали минут 40. Приехали, получается, сразу провели нас, машину показали, деньги отдали и все, поехали. Мы могли ее забрать не за полчаса, мы ее могли забрать за минут 15. Реально. Сразу в кассу деньги отнести, посчитали, подписали, все, выгнали. Она стоит готовая. Вообще очень быстро. Мы ездили Икса забирать черного в Москву. Так там тоже договорились на утро, что выдадут. В итоге нам под вечер выдали. Короче, с утра до вечера мы просидели там. Так это Авелон. Да, Авелон, это Москва. А здесь Минводы. Обычный дилер BMW и выдал вообще очень быстро. Посмотрите, какая природа, пейзаж в минеральных водах. Вообще небо красивое. Ну мы сразу сели и от дилера сразу в Батай стартуем. Там ждет М4 зеленая, будем вместе дрифтить. Да, да, она сразу сели. Вот такая суета в городе. Это вам не Ростов и не область. У нас какие-то, где что за движения? Это что за сумасшедший за рулем? Причем смотрите, тут есть подсветка и доводчик ремней. Такого нету в новых М4, даже в самой новой. Удивительная машина. Супер жирная комплектация. Называется «Мальчик вырос», дрифтить начал. Что за суета, что за день сегодня. Проехали уже 200 километров. Все идет замечательно. Машина уже вся в мошках. Мошки тут, мошки здесь, везде. Просто в хламе машина сразу же. Но это Ставропольский край. Туда не везде. В общем план такой. Сейчас довозим ее до Батайска своим ходом. Далее я снимаю безудержный контент с двумя М4 зеленой, этой кислотной. И гружу ее на автовоз. Она дальше едет в Москву. Для того, чтобы радовать вас нереальным бернаутом и дрифтом в самых красивых локациях. Сказка. Просто сказка. Посмотрите. Тот же. Я, конечно, все понимаю, но вот это я не понимаю. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Как ему еще не выписали 12.5.1? Просто объясните мне, как. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...